В третьем Максим Дылдин, четвертая, Павел Тренихин, пятая, Сергей Петухов, шестая, Владимир Краснов, седьмая и Денис Несмашный, дорожка, восьмая. Вот состав финалистов. Блаженному мэриту принадлежит рекорд сезона 44,12 секунды. Ну, давайте поподробнее представим. Константин Свичкарь на ваших экранах, третий призер чемпионата мира в залах 2006 года. Вообще наши ребята здорово бегают эстафету. Денис Алексеев. Валентин был кругляков по второй дорожке, а это Денис Алексеев, третий призер олимпийских игр в эстафете, чемпион Европы среди молодежи 2007 года. Максим Дылдин на ваших экранах. Он тоже был в составе той замечательной олимпийской эстафеты, но и также был в составе эстафеты на чемпионате Европы в 2010 году, когда наши ребята завоевали золотую награду. Павел Тренихин также является чемпионом Европы 2010 года в эстафете, как и Сергей Петухов, стартующий по шестой дорожке. Равно как и Владимир Краснов, который также принимает участие, побежит здесь по седьмой дорожке. Свою первую награду Владимир завоевал в 2007 году, выиграв бронху чемпионата мира среди юношей и девушек. И Денис Несмашный, единственный спортсмен, молодой, 20-летний, который попал в восьмерку сильнейших, но не такой титулованный. Тем не менее, в его коллекции есть одна серебряная награда. Завоевал он ее в прошлом, в 2011 году, на чемпионате Европы среди юниоров в эстафете. Понятно, 4 по 400 метров. Ну, справедливости райд, надо сказать, что на лидерство мирового сезона наши ребята, я думаю, не претендуют. И думаю, что они на меня не обидят. Но побороться за места в эстафете, а стало быть, иметь надежду на награды Олимпийских игр, будут иметь те, кто поборется за эти места. Итак, смотрим. Внимание! Ну вот, Денис Несмашный, обратили, наверное, ваше внимание, как господин Маслак, победитель чемпионата Европы, на дистанции 400 метров, тоже в таких нарукавниках выступает. Ну, принесет ли эту деталь успех этому спортсмену, посмотрим. Сейчас вы видите, что Дениса Несмашного уже обгоняют лидеры нашей команды. И здесь Сергей Петухов. Чуть-чуть впереди остальные. Нет, Денис Алексеев по третьей дорожке. Максим Дылкин пошел вперед. Максим Дылкин, рядом с ним Денис Алексеев. Справа, право, Павел Тренихин. Максим Дылкин выигрывает, вне всяких сомнений, 45,02 секунды. Это время по текущей строке. Отличный же и личный рекорд. Речный рекорд спортсмена. Да, и Дылкин, да я думаю, и все остальные призеры наверняка улучшили свой личный рекорд. Ну, тоже отличный, конечно, забег. Может быть, по уровню он не такой, ну, и для мирового сезона не такой мощный, как у женщин, но тем не менее, тоже достойный, достойный забег. Олимпийского сезона, так скажем. И мы еще расскажем, что российская сборная попала на Олимпийские игры в трех эстафетах. 4 по 400 у мужчин и женщин, 4 по 100 у женщин. К сожалению, вот мужчины у эстафетки 4 по 100, увы, ах, пока остаются за пределами 16 сильнейших команд планеты. Итак, еще раз победа Максима Дылдина. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok